Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В настоящий момент мы не способны принять прибежечные последствия у Кришны. И поэтому его необходимо найти у авторитетного представителя Кришны. Есть четыре группы или сампродаи, сампродаи-вайшнаов, брахма-сампродаи, рудра-сампродаи, шри-сампродаи и кумар-сампродаи. Необходимо найти прибежище в одной из этих сампродаи ученических преемственностей и учиться бахти-йоге в этой традиции. Тогда человек сможет понять, он увидит Бога. Увидеть Бога не обязательно значит увидеть глазами. Бога по-другому называют «анубхав» — откровение, духовный опыт. Так вот метод. Это откровение может прийти к настоящему преданному по воле самого Кришны. Кришна, Бог, открывает Себя. Например, вы не можете увидеть солнце в ночной тьме. Солнце есть, оно в небе, но так или иначе, когда сторона вашей планеты обращена в другую сторону, в тёмную сторону, вы не можете увидеть солнце. Не так, что солнца отсутствует, но вы просто не можете его увидеть. Подобным образом, Кришна всегда присутствует перед нами, но мы не можем его увидеть. Когда, например, Кришна присутствовал лично на планете, на поверхности Земли жили сотни миллионов людей, но лишь единицы видели в нём Верховную Личность Бога. Так даже Бог, Верховная Личность Бога, приходит, предстаёт перед кем-то, но его не видят. Потому что обычное зрение здесь не поможет. Увидеть его можно только тогда, когда глаза умощены бальзамом в акте. Чтобы увидеть Бога, глаза должны быть очищены. Это называется откровением. Говорится, что чистый преданный видит Кришну каждую минуту. Шантах Садайва. Садайва, значит, каждое мгновение. Он видит, но не так, как все остальные. Его чувства очищены. Они как бы наэлектризованы, освещены. Поэтому он видит. Но пока глаза не освещены, не очищены, человек не сможет увидеть. Существует множество примеров. Машина, например. Ребёнок видит, но его взгляд не объективен. Он видит груду металла. Однако инженер, глядя на машину, сразу понимает, что эта машина сделана так-то и так-то. Её цель такая, это хорошая машина или плохая. Он может видеть по-другому, потому что у него есть глаза, чтобы увидеть. Подобным образом, чтобы понять Кришну, Бога, нам необходимо очистить глаза. Об этом говорится в народе Панчаратри. Следует освободиться ото всех обозначений. Например, мы рассматриваем сознание Кришны. Мы принимаем его как миссию, но кто-то другой обычный человек. Предположим, кто-то христианин. Он воспринимает сознание Кришны как движение индусов. Но на самом деле это не так. Поэтому он должен освободиться от отождествления себя с американцем. Нужно быть свободным от ярлыков. Например, это тело, суть ярлык. На самом деле, между американским телом и индийским нет разницы. Та же психологическая конструкция. Та же кровь, плоть, те же кости. Если вы заглянете внутрь тела, то не увидите разницы. Однако, мы навешиваем ярлыки. Я американец, ты индийский, ты черный, я белый. Все это внешнее обозначение. Они ложные. Следует освободиться от этих отождествлений. Необходимо освободиться от отождествлений. На самом деле, эти ярлыки не имеют значимости. Личность. Вот что важно. Необозначение. Итак, чтобы увидеть Кришну, прежде всего, необходимо освободиться от обозначений. САРПАРАДДИ МИНИНИНТА «Сосредоточьте на мне свои мысли», прервный скажет «глубоко сосредоточьте мысли на Кришне». Но на самом деле цель одна и та же. Итак, человек должен стать свободным от обозначений и глубоко погрузиться в Кришну. Тогда он станет «Нирмал». «Нирмал» значит «чистый». Незупрятно нынечем материальным. Я рассуждаюсь с позицией своего телесного мировоззрения. Это материальное сознание, ведь тело материальное. Пока я думаю «Я американец, я индейец, я брамин, я кшатрин, я это, я то». Всё это обозначение. Это нельзя назвать «Нирмалом», «чистым состоянием». Чистое состояние — это когда человек понимает, что он душа. Кришна — это верховная сверхдуша. И что он — неотъемлемая часть Кришны. Качественно мы одинаковы. Мы можем отличаться как индивидуумы. Кришна — великий индивидуум. Я же маленький индивидуум. Например, в этом материальном мире один человек может иметь огромное влияние, а другой — никакого. Но и тот и другой — люди. Они не животные. Подобным образом Кришна, Бог, качественно един со мной. Количественно. Он очень и очень могущественен. У него есть творческие способности. У меня тоже есть творческие способности. Я могу самое большое создать большой самолет, летающий по небу. Но он может создать огромные планеты, бороздящие космос. В его гениально устроенном космосе все плавает. А мы запускаем в миллионы раз менее важные планеты. Например, спутник. Используя множество механизмов. Вот различие между его могуществом и нашим. Но в величине творческой способности мы и Кришна отличаемся друг от друга. Мы его неотъемлемые части. Хотя качественно мы едины. Количественно существует огромная разница. В настоящий момент наша проблема в том, что, хотя мы неотъемлемые части Богом, мы теперь разлучились с Ним. Каждый из нас пытается стать Богом сам по себе. Это называется материализм. Идет мучительная борьба. Материалистическая теория – это борьба за существование. Выживает сильнейший. Теория Майвады говорит, что вы должны продолжать бороться. И как только сможете приспособиться наилучшим образом, вы выживете. Но на самом деле никто не может приспособиться в этом материальном мире. Никто не сможет выжить. Всем придется умереть. Начиная с брахмы и кончая муравьем. Никому не выжить. Об этом говорится в Шимадбхагаватам, в Бхагавадгите. Даже если вы подниметесь на высочайшую планетную систему, Драма Локу, вы все равно останетесь под властью строки законов материальной природы, а именно – рождение, смерти, старости и болезни. Вам не избежать этого. Итак, в каких бы жизненных условиях мы не находились, даже будучи брахмой, продолжительность жизни брахмы такова, что нам даже не сосчитать. И так даже если вы достигнете такого положения, вы не сможете избежать смерти. Это невозможно. Вы не сможете избежать старости, вы не сможете уйти от болезней. Но наша истинная проблема в том, что никто из нас не хочет стареть, никто не хочет болеть, никто не хочет смерти, никто не хочет рождаться. К сожалению, сейчас люди знают о рождении и знают о смерти, но не верят в следующую жизнь. Если следующего рождения нет, тогда как произошло это рождение? Но это отдельная тема. Теперь же суть в том, что мы можем понять в сравнении. Мы видим, что я человек, у меня есть положение. Другой человек находится в своем индивидуальном положении. Он может превосходить меня. Можно посмотреть как с той, как и с другой стороны. Кто-то лучше меня, кто-то хуже, кто-то менее важен. В любом положении мы можем наблюдать, что кто-то менее важен, чем я, а кто-то более важен. Я всегда нахожусь в промежуточном положении. Никто не говорит, что я выше всех. Нет никого, кто был бы лучше меня. Это невозможно. Это положение Бога, Кришна. Нет никого более великого. Поэтому нашу проблему, проблему жизни можно решить только тогда, когда мы свяжем себя с Кришной. Это называется Бхакти-йога. Связь. Можно привести пример. Один человек едет на машине со скоростью 80 км в час, а другой едет на велосипеде со скоростью 15 км в час. Тихоходный велосипед не сможет угнаться со скоростной машиной. Это невозможно. Но если человек на велосипеде зацепится за машину, которая мчится под 80 км в час, то он тоже поедет с такой же скоростью. Это называется связь. Итак, если вы хотите стать совершенным, обрести полную свободу, всю творческую силу, обрести всё во всей полноте, тогда вы должны присоединиться к верховной полноте, к полному целому. Богатый человек, например. Слуги в доме богача тоже богачи. Они питаются тем же, они живут в том же дворце. Это грубый пример. Есть духовный мир, где живёт Кришна. Кришна пребывает повсюду. И там, и здесь. Но там он присутствует лично. Здесь, в этом материальном мире, Кришна присутствует в виде своей энергии. Например, президент вашей страны. Он находится в своём белом доме. Но в то же время он пребывает повсюду. Его энергия, его власть распространяется везде. Никто не может этого отрицать. Повсюду можно наблюдать изображения мистера Никсона. Все сознают, что это наш правитель, наш главный человек, мистер Никсон. Подобным образом, Кришна также присутствует всюду через своё могущество. Однако, тем не менее, у него есть своя обитель. Итак, каждый из нас может вернуться к нему, в его обитель. Но и здесь также, в этом материальном мире, если мы заняты служением Кришне, тогда нас будет защищать особая энергия Кришны. Итак, всякий, пребывающий в сознании Кришны, кто верит в Кришну, как правительство, служащее правительство, куда бы он ни отправился, иногда ему приходится выезжать из страны и действовать в качестве посла. В Индии это господин Китин, посол вашей страны. Он всегда пребывает в своей обители. Итак, любой посол. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...